Приветствую вас! Вы знаете, у человека так устроено сознание, что когда он чего-то очень долго и сильно хочет, идёт к этому, да, стремится к этому, желает получить это, вот, кто что хочет, прилагает усилия всем для того, чтобы это получить, то ему кажется, вот как-то, знаете, волей-неволей, что его мечта это что-то вообще неземное, что-то нереальное, что-то такое прям, ну, мистическое, я бы даже сказал. И когда это что-то, наконец, происходит, человек испытывает разочарование с одной стороны, потому что то, что он воображал и то, что получилось, это, конечно, совершенно разные вещи, но это не так, не так это грустно, как кое-что другое. А кое-что другое это что? Спросите вы. кое-что другое. Это целеобразование. Понимаете, на протяжении большого количества времени у вас было совершенно чёткое целеобразование и совершенно чётко поставленная задача. А именно, сдать права. Вся ваша деятельность, была посвящена этому, ну, как для Японии. И вам, вам взялось очень комфортно, очень понятно, очень, очень так, определённо. Понимаете? До тех пор, пока вы к этой цели шли. И вы так этого сильно хотели, что за этой целью, за ней, вы забыли все остальные цели, вы отодвинули их на задний план. А теперь ситуация произошла такая, что эту цель вы выполнили, а других цели у вас, что-то говоря, не оказалась. Вы так долго шли к этой цели, к своей, так активно подстраивали свою деятельность под эту цель, что теперь, выполнив её, вы не знаете, что вам делать. Потому что цель, вроде, выполнена, достигнута. Задача выполнена, цель достигнута. А модели поведения у вас, они ещё остались такими же. То есть вы готовы ещё и ещё сдавать экзамен на права? Вы готовы ещё и ещё сдавать этот экзамен? Потому что больше вы в данный момент ничего не умеете. Вы все другие действия отложили на второй план, они не актуальны для вас. Это вот актуализация. Актуализация того, что вы делаете. Произошла именно актуализация наиболее нужных в данный момент навыков. Почему вот, например, многие спортсмены после того, как завершают свою карьеру, особенно резко, неудачно как-то, да, и так далее. Почему они там, например, спиваются сразу и так далее. С чем это связано? А вот именно с этим, что люди ставили себе цель, очень долго к этой цели шли, а потом они взяли и эту цель отняли. И что теперь делать? Они не знают. Они теряют смысл. Поддержать их, может быть, и есть кому, но этого недостаточно для них явно. Вот отсюда возникает проблема. Поэтому вам сейчас не нужно спешить. Вам нужно сейчас дать себе время. Время адаптироваться к новым изменившимся для вас обстоятельствам. А именно, какие это обстоятельства новые, изменившиеся для вас? А новые, изменившиеся для вас обстоятельства, это такие, что больше не нужно сдавать экзамены. Что именно это, вот именно эта ваша способность. Она больше не нужна вам. Но, естественно, я хочу, чтобы вы понимали, что нужно время, чтобы эта способность ваша отошла на задний план и чтобы ее место заняли другие, более актуальные на данный момент. Для этого нужно время. Время зависит от параметров вашей впечатлительности, например. От уровня вашей вовлеченности в деятельность, которой вы занимались. Вот кто-то, знаете, там, дает на права, там, вообще очень-очень легко, да, а кто-то очень-очень сложно. Ну, вот такое тоже бывает. То есть здесь самое главное вам именно не торопить события. Здесь самое главное для вас не решать ничего сейчас. Вот именно в данный момент времени дать себе немножко обоснуть, сходить за правами все-таки через силу. Вот через силу за правами нужно сходить. Это очевидно. Себя пересилите. Если вы себя пересилите, таки сходите за правами, потом, когда вы отдохнете, вам будет просто-напросто легче. И вы однажды просто осознаете для себя, насколько вы все-таки сделали хорошую вещь, опять же, для себя. Нужную, правильную, полезную и так далее. А такая у вас просто происходит обесценивание. То есть человек, когда достигает какой-то цели, у него всегда появляется эта мысль, что не стоило овчинка выделки, как говорится. Ну, не стоило. Не стоило вот это, то, что вы сделали, ваших сил. И это нормально. Когда, например, имела место быть сверхмотивация, мне кажется, что она у вас имела место быть сверхмотивация. И когда человек находится в состоянии сверхмотивации, как правило, вот подобная реакция и происходит. То есть вы слишком много значения придавали тому, что вы сделали. Что вы сделали, точнее. Слишком много значения вы придавали тому, что вы сдавали на право. Вот, собственно, в этом и заключается решение ваших проблем. Как-то с этим справиться, пишете вы. Ну, ситуация заключается в том, что дать себе время, возможно, устроить себе похвалу, устроить себе поощрение. Да, то, что вы сделали, это действительно серьезный успех. То, чего вы достигли, так на права, это очень хорошее подспорье для вас. То есть необходимо сейчас себя порадовать. Необходимо сейчас себя вообще не нагружать чем-либо. Не нагружать себя вообще ничем. Отдохните. Порадуйте себя, расслабьтесь, поделайте то, что вам интересно, то, что вам нравится. Спокойно. И потом, уже потом, все само собой нормализуется. Вы вспомните, зачем, ради чего, для чего вы эти права так сильно хотели. Все придет со временем и естественным путем. Не волнуйтесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует.